Новый 2019 год с желтой земляной свиньей будет достаточно спокойным и контактным, ведь это животное отличается доброжелательностью и справедливостью. Ей под силу совершить переворот не только на государственном уровне, но и в личной жизни каждого человека. Ей не страшны проблемы и препятствия, ведь она нацелена на реализацию целей. Оптимистичная свинья искренне заботится не только о своем благополучии, но и делает счастливой жизнь близких людей. Кстати, встретить новый 2019 год можно целых три раза, как, впрочем, и любой другой год. Как водится, 1 января, затем 14, ну а потом и по китайскому календарю 5 февраля 2019 года, ну а потом и по китайскому календарю 5 февраля. Земляная свинка по закону примет власть и нацепит желтую корону. Свинья в восточном календаре считается самым семейным животным. Хрюшка может сутками пропадать на работе, ездить по командировкам и покорять новые горизонты, но любые ее действия направлены на благо родственников. Для свиньи дом действительно крепость, и она старается делать все, чтобы жилище было уютным и комфортным, а домочадцы оставались сытыми, довольными и счастливыми. Свинья – существо необычайно творческое, поэтому художники, поэты, писатели и все, кто так или иначе связан с творческой профессией, могут радоваться. В 2019 году ваши таланты будут востребованы. Но несмотря на то, что хрюшка изо всех сил пытается нам помочь, следует выучить два правила. Завышенные требования не предъявлять и успехами не хвастаться. В 2019 году многие решат изменить не только место работы, но и профессию. Возможно, переезды на постоянное место жительства в другую страну или город. Материальная стабильность и карьерный взлет. Главное быть смелее и упорно добиваться того, что приведет к ярким перспективам. Встречать 2019 год можно и на островах, и в глухой деревне, и даже в пустыне. Главное, чтобы рядом были родственники, верные друзья и, конечно, любимая половинка. Но в идеале останемся дома, все-таки желтая свинья предпочитает спокойную атмосферу. Если ж праздник застал нас в заграничной командировке, не стоит волноваться и носиться в поисках елочки. Свинья все понимает и не будет наказывать нас за такую безответственность. Главное дозвониться до близких людей и успеть поздравить их одновременно с президентом. А потом можно пить шампанское с кокосов, наряжаться тузенцами и фотографироваться с акулами. Но лучше разобраться с делами до наступления нового года. Поставить елку в родной квартире и пригласить самых близких и дорогих людей. Свинья будет рада, если мы помиримся со своими соседями. Или хотя бы попытаемся наладить с ними отношения. Даже если нас ждет переезд, важно поздравить жильцов с праздником и искренне пожелать им счастья.